Тренеры, а не тренера. Прежде чем ругать тренеров, последними словами запомните, как их правильно называть. Современная литературная норма предполагает, что во множественном числе слово «тренер» звучит как «тренеры» с буквой «ы». «Оффсайт», а не «оффсайт», одна «ф». Такая литературная норма объясняется традицией. При заимствовании слова из иностранного языка сдвоенные согласные трансформируются в одну. Эта история приключилась с блогером, офлайном, офисом. «Оффсайт» не стал исключением. «Бутса», а не «бутс». Шипастая «бутса» находится в одном ряду с менее брутальными туфлей, тапкой, сандалией и босоножкой. Она женского рода, как и мозоль, которую «бутса» может натереть. «Орбитр», а не «орбитр». Хоть некоторые судьи и являются звездами в своей профессии, орбит у них нет. Да и название происходит не от этого слова, а от латинского «орбитр» — «наблюдайте». «Автогол» пишется слитно, а не «автогол» — через дефис. «Авто» в качестве первой части сложных слов всегда пишется слитно. Ставить после него пробел или дефис — такая же непростительная ошибка, как «гол» в свои ворота. «Автогол». «Хавбэк» — в английском языке полузащитник, игрок средней линии, называется «хавбэк». В русском «ф» трансформировалось в «в», а во второй части сохранилась буква «е», потому что заимствование старое. В словах, перенятых позднее, чаще фигурирует «э», например, флэшбэк и хэтчбэк.